Доброе утро всем, кто у нас сейчас на фейсбуке. Еще раз доброе утро всем. Я решил делать такие коротенькие видео, которые будут как бы путевыми заметками для того, чтобы потом можно было из них смонтировать видео в дальнейшем. Это будут такие записки, чтобы записать все это от руки, я буду наговаривать, и потом это уже будет материалом для дальнейшей работы над отчетом. Итак, вчера сборная Израиля вылетела из аэропорта Бенгурион. Вылет загрязался на один час, как объяснили нам представители авиакомпании, из-за того, что кто-то из пассажиров где-то застрял в Дьютифре и его ждали, и пока его ждали, пропустили так называемое окно вылета, которое должно было быть 12-55. И так, автомашки каждому самолету дается окошко там не за сколько минут, но как бы он не очень большое это окно. Все пропустил, ты должен теперь стоять и ждать. Короче, вылетели с опозданием на час, мы, соответственно, прилетели с опозданием. Вылет был совершенно нормальный, не было никаких эксцессов, все просто замечательно. С багажом и всеми остальными делами, с проверками. Правда, ребята, братья Лильсона говорят, что их чемоданы вскрывали, но это похоже, потому что там у них было очень много карпового оборудования, оно вызвало подозрение о службе безопасности. Ну, в итоге, я так ума, ничего не пропало, все нормально. Вот. Также все прошло замечательно с получением машин, буквально там в течение 10 минут оформили документы, получили два минивена, один Ford, один Toyota. Именно была проблема в том, что и в Ford, и в Toyota невозможно было сложить сиденье, и поэтому было несколько проблематично запихиваться с тубусами всем остальным, но в итоге все тряслось. Я убедился, что думаю, на обратном пути там будет еще большая проблема, потому что, потому что тут еще огромная часть вещей хранится в гараже, в месте, где мы сейчас находимся, в нашем доме, и, соответственно, их тоже придется как-то от собой загорать. Ну, в общем, будем как-то проблем решать. А, да, еще, в принципе, «Гладкий 2-1» прилетает чуть позже, он тоже берет машину в прокат Station. Ну, я думаю, что как-то у Контра купимся. Вот. Значит, сейчас я просто хочу быстренько покажать место, где расположилась сборная. Это дом. Он находится на расстоянии, по-моему, 13 минут еды на машине до водоема, то есть совсем рядом. Город, как пошла в маленький город, все недалеко. Вчера, когда мы прилетели, мы успели заскочить в гипермаркет, купить продуктов, и, соответственно, вечером смогли нормально перекусить, заодно отметить день рождения Антона Хохлова. Я его поздравляю. У нас этот выезд как бы уникален тем, что у нас тренинника. Вот Антон, потом у нас подходит Олег Времов, тренер наш, и Мишел Лиски. То есть мы будем праздновать день рождения на протяжении этого ЧМ. Вот. Ну и сейчас я вам покажу наш домик, где мы живем, и как здесь все, как здесь все налажено. Так, где у нас в этой семье? Ага, нашел. Ой, вот домино. Там есть камин в доме. Ну, я понимаю, что видео идет с задержкой, поэтому придется подождать, пока кто-то отреагирует на мой вопрос о звуке. Окей, спасибо, Ромен. Ну, эта проблема в том, что у меня был мой стандартный Bluetooth, а иногда у него он глючит. Вот. Это как бы передний двор, так называемый, наш дом. Спасибо, спасибо, понял, звук есть, да. Вот. Там вот выходцы, там улица. Дом такой, я вам скажу, не маленький. Это вот гараж, который нам предоставили хозяева этого дома для хранения нашего имущества вот с августа, когда наши ребята были здесь на тренировке. Ну, и теперь пойдем заглянем внутрь, как говорится. Вот. Ой, вчера, кстати, была веселая история. Ребята из вот этого номера зачем-то вытащили ключ из дверей, который был снаружи, и захлопнули эту дверь, ну, как бы просто захлопнули. А как вы видите здесь, открыть ее сосуда невозможно. Она защелкивается. Была проведена операция, грубо, что делать, да. Короче, с помощью длинной палки, которую нашли в гараже, и куска веревки, сделав петлю, смогли через открытое окно, но, слава богу, было приоткрыто, засунуть палку и дернуть за ручку, короче, и открыть эту дверь. Было бы весело, потому что хозяин дома, он сейчас в отпуске, и было бы очень сложно найти того, кто бы привез нам ключик. Вот, это один из апартаментов, как бы, где он здесь? Вот. Это, как бы, дом состоит из нескольких квартир, вот, и, как бы, каждая квартира, это номер посчитается у них. Вот номер, как бы, салон, там кухня, как вы видите, туалет, ванна, и две пальцы. Как бы, в каждой спальне, там, от двух до трех человек, то есть, очень глупорные условия. Соответственно, кухня полностью оборудованная, все есть. Вот, на выключен из них свет. Эта комната, в итоге, будет использоваться, как наша общая кухня, распологая, где мы будем с этими за таким собраться вместе. Вот, дальше у нас есть второй этаж. Есть такое, типа лупень, куча стаканов, куда я добавлю сейчас свой. Вот, здесь у нас еще один номер. Вот они выйдут, возможно, там кто-то спит сейчас, потому что не все поехали на озеро, не всем это нужно. Это тоже такая комната, в которой полностью всего есть кухня и спальня и так далее. Это вот, как бы, мои апартаменты, точнее, мои и Олега, в нашей маленькой кухне. Такой вот у нас талончик, мое рабочее место, где я пишу отчеты, где я обрабатываю фотографии. Ну, это, как бы, чистая квартира, понимаете, да? Это спальня вождя воз меня. Вот, это спальня, где сейчас отдыхает, точнее, он не отдыхает, но ночью отдыхал Олег Грябов. И там будет также потом в 1-2-3 в этой же форме. Ну, не, как говорится, как же без мест. Вот такая у нас джакузя. В дальнейших планах на сегодня поездка в магазин нашего индейского друга Андреаша, который, ну, все, можно здесь перевести на себя. Андреаш, он сын владельца магазина. Название города я не помню, потому что, понимаете, венгерты эти названия, это очень сложно. Короче, он нам помогает с заказами всех приформок, наживок, снаряжения, оборудования. Вот, и мы поедем к нему, заберем у него все, что у него там лежит, нашего заказанного. Там Грябов рассказывает, захлебывая семеной, какой там есть рядом небольшой базарчик, где можно купить какие-то просто изобразимые сиски, которые просто обалденно вкусные. Вот, и все уже ходят и облизываются. Хотя изначально не предполагал, что все готовят, но похоже, что это не все. И дальше уже начнется стандартная работа по подготовке снастей. Это уже как бы, понимаете, да, это надо подготовиться. Хотя вроде как времени много, потому что сегодня только суббота, а соревнования в среду. Но сани нужно готовить летом. Поэтому ребят будет чем заняться. Опять же, нужно поедете по хозяйственным магазинам купить всякого чего нужно. или, да, там может кому-то бедра нужны, еще что-то. Ну, в общем-то, и дальше там будет у нас еще будет о чем поговорить. У нас еще в дальнейшем, нам надо будет забирать арендованное оборудование. Мы договорились, спасибо местной федерации, которая вывела нас на магазин, который, кстати, находится рядом с нашим домом, 500 метров от нас. Этот магазин в итоге, ну, за деньги, естественно, подает нам то, что нужно ребятам. То есть палатки, кровати, стулья, карповые маты. Вот. И нам надо будет это забрать. Скорее всего, как я так понял, что забирать это будем во вторник вечера. И сразу уже паковать машины. Именно в том порядке, как они будут идти ребятам. Чтобы уже не заниматься. Просто перетягиваешь с места на место. Перевозить сюда, вынимать, запаковывать. Нет. Сразу там и властаро. И уже как бы в среду, когда будет желебилка окончательно, это все поедет в секторах. Вот. Ну, в принципе, все. Сейчас у нас больше информации никакой нет. Как я сказал, ребята сейчас на ДСЕ смотрят на водоем, ходят под дождем. Хотя вроде как дождь чуть-чуть прекратился, но по прогнозу он будет еще идти чуть ли не вплоть до вторника. Но такой вот мелкий моросящий с перерывами. Температура, как для меня, просто обалденная. Сейчас градусный показывал 14. Ну, не знаю. Я ощущаю, как у нас 20 щенок. Ночью я пооткрывал все окна. Потому что, хотя здесь печки не работают, но все равно очень жарко. Ну, как для меня. Я не привык спать, жарить. Ну, не люблю. Мне тяжело. Вот. Так что следите за появлением эмбрифиров. Я не могу давать время и заранее прогнозировать, когда я смогу выйти, потому что все спонтанно применяется на ходу. Я не знаю, когда он вводит четко, чтобы сказать, что вот я в это время точно смотрю. Может быть, вечерние какие-то сводки, эфиры. Ну, это уже когда соревнования начнутся, скорее всего. где-нибудь, там, по 10-11 часов по местному времени у вас будет. Ну, как бы, двенадцать ночи. Я, может быть, смогу запланировать и делать какие-то спорки. вот так что всем спасибо за то что вы смотрите следите я не буду заранее опубликовывать что вот время будет как я сказал это невозможно сейчас просто буду выходить кто будет рядом зайдет посмотрит кто не будет потом сможет посмотреть записи никуда что не девается так что вот как-то вот так пройду я сделаю себе чашечку кофе еще одну вот вообще я вам скажу честно очень уютный дом реально очень уютный дом и как бы с одной стороны ты вроде платишь деньги и получаешь то что ты заплатил но с другой стороны все равно очень важно когда отношение того же хозяина этого гостиницы или чего-то тоже очень важно хозяин реально классно во всем помогал и советом и даже там когда у нас были вопросы просто по городу там где можно купить кто-то он нам всегда писал что ребята вот там и там любая помощь короче пожалуйста обращайтесь по камере вот до нынешней минуты все с кем мы сталкивались реально с кем приходилось общаться ну не знаю очень хорошие ребята ребята девушки женщины все очень доброжелательно к нам относятся и все стараются чем-то помочь советом делом понимаете перевод это очень важная штука потому что венгерский язык многие знают это один из самых невероятно сложных языков и общаться с местным населением очень тяжело потому что английский они в школах не учат ну то есть они его учат как везде но кто-то узнает английский это большой вопрос ну кроме вот именно тех с кем надо общаться слава богу они знают они что английский язык вот так что такие вот дела заходите на фейсбук там я же буду выставлять и фотографии когда они будут появляться и какие-то небольшие тексты я буду сообщения писать пока писать особо не о чем никаких событий ни плохих ни хороших не произошло дальше следите вот и и всем большое спасибо обнимаю обнимаю всех и до следующих привет всем замечательно это наш второй эфир мы находимся в магазине у нашего венгерского друга он раша точнее как бы магазинов не его его папы наша команда заехала сюда для того чтобы забрать сделанными заказы и также не дима жерняков а вот я переключаю на камеру и покажу вам нас немножко магазинчик народ тут затаривается потому что реально магазин сейчас вам покажу тренер как бы мыша гена костя как бы это маленький кусочек добрый день приветствую как бы это вот маленький магазинчик как сказал нам он дрэш но как бы этот магазин небольшой у нас есть в другом городе магазин побольше на шоу меня пробило просто на смех плане того что как бы если там маленький магазин то наверное в израиле нас магазинами то что у нас магазины магазинами и не считается короче вот вот такое вот богатство как вы прекрасно понимаете все кто сейчас сюда попал из наших ребят набивают все что можно себе потому что цены здесь познакомьтесь это он дрэш это наш это наш друг который нам помогает огромное ему спасибо вот мы его ждем в израиле это у нас вчерашний именинник о какие вкусные штучки на тортик вишенка на тортик да ну так это по-скромному в аферсе это я так поймаю работник это у нас папа хозяин магазина до рыба шансов нет здесь я так понимаю есть достаточно большой выбор и обуви и одежды и если я правильно понимаю цены очень сильно вдохновляют наших ребят поэтому народ там сейчас активно примеряет обувь так что у как все запущен а ничего да да потому что мы тут принципе уже местное время 20 минут 2 ехать сюда полтора часа обратно те же полтора часа еще планов громадью до выйти отсюда это большая проблема а вот а еще мы хотели зайти на базар который говорят здесь есть но может быть он не работает потому что зима и суббота так что надо спешить сейчас нас народ расплатится и поедем в зад так что как то так ну я думаю что в общем то этот коротенький эфир заметку мы можем на этом завершить дальше будем продолжать уже из других пунктов такой серьезный тренер у нас а вот так что все кто сейчас не увидел посмотрят этот кусочек потом записи а из всего этого потом самом конце когда мы вернемся в израиль мы будем монтировать небольшой такой фильм про поездку сборной израиля на чемпионат мира итак всем кто был сейчас спасибо до встречи в следующих эфирах добрый вечер всем сегодня у нас это будет такой небольшой короткий эфир чисто для просто бы вкратце рассказать о том что происходило сегодня сегодня у нас было воскресенье воскресенье в принципе это выходной венгрии соответственно делать особо нечего поэтому команды готовились к соревнованиям перепроверяли все свое оборудование вымачивали грузила для того чтобы они не пахли свинцом и краской готовили оснастки рассматривали карты сегодня день начался стандартно в пол шестого утра подъем все сборники за исключением меня снова поехали на водоем они там пока они там мотались я занимался своими делами вот потом команды приехали они поехали в хозяйственный магазин для тех кто не знает проблема этого водоема в том что у него в некоторых местах в некоторых зонах берег очень крутой и фактически ринги команд они стоят под уклоном к воде иногда под очень большим градусом соответственно забрасывать из таких секторов очень сложно то есть забрасывать конечно можно вот так вот из этих проблем с берегом то есть забросить можно но далеко забросить практически нереально и поэтому многие команды это на практически все они привозят с собой специальные помосты которые разрешены правилами федерации эти помосты они ставят их как бы на срез воды практически создавая себе такую площадку на которой они могут сделать хотя бы шаг в горизонтальном положении и соответственно это очень важно на этом водоеме потому что есть места где нужен реально дальний заброс вот так как мы привезти с собой такой помост не можем вы сами понимаете в самолет нас никто не пустит поэтому эти помосты ребята строят сами вот они сегодня ездили в хостевары ребята закупили пиломатериалы закупили шурупы дрели у нас с собой были пилы мы нашли в этом домике у нас там есть гараж где мы храним свои вещи там много было инструментов короче топоры и все тут есть вот и ребята фактически целый день сколачивали эти помосты причем вариантов как бы дизайна проекта помостов у каждой команды был свой поэтому получилось три совершенно разных помоста разных по конструкции по принципу укрепления ну короче это будет очень интересно я даже сказал что мы сделаем конкурс на лучший помост который в итоге окажется идеальным с точки зрения именно работы чтобы выдерживали вес спортсмена чтобы позволяли ему делать нормальный заброс при этом не качаясь из стороны в сторону и не уезжая в водоем главное чтобы никто с него не нырнул потому что плавать запрещено вот поэтому целый день там работали с этими помостами остальные в это время опять же занимались подготовкой оснасток фото помостом естественно будут когда кстати опять же они уже есть на том же фейсбуке моих отчетах там где я выставлял фотографии сегодняшнего дня там есть можно их даже увидеть помосты как их разрабатывать ну естественно как как они будут выглядеть в реальных полевых условиях вы это все увидите когда уже пойдут фотографии и стримы из зоны секторов вот остальные соответственно занимались прикормкой там где-то что-то варили где-то что-то смешивали короче алхимия стандартно карпов я естественно не буду рассказывать что варили и что смешивали вот а ладно я потом попрошу чтобы ребята сделали чертежи а может быть даже в солидворде сделали трехмерные модели и мы их выставим по поводу если помост рухнет да это вопрос хороший и ну я про такие случаи пока еще не слышал вот когда были сейчас тренировки в августе очень многие команды уже приехали с помостами но они как бы заранее готовы их только собирают на месте самая большая проблема это естественно та часть которая выступает над водой потому что нужны упоры которые будут уходить в грунт под водой и они должны достаточно хорошо держать помост как бы по вертикали чтобы не утонули чтобы помост не ушел под воду плюс надо закреплять заднюю часть помоста для того чтобы при движении спортсмена вперед чтобы помост не поехал вперед вот ну ребята у нас все инженеры все строители стойлеры так что плотники я в них верю у нас мигает свет интересно вот поэтому здесь их проверяли на прочность на них прыгали на них топтались на них дергались но как бы опять же здесь это не реальная ситуация естественно это чисто так испытания пред боевые ну посмотрим как это будет в бою и я посмотрел как рабов ну те же помосты как они были у других команд на тренировке ну они не сильно отличаются единственно что многие помосты они делают ну не из дерева естественно достаточно тяжелые как бы помосты их вести с собой они делают из дюраля по поводу дождь пойдет значит по прогнозам не будет как раз дождей сильных и вообще дожди как таковых начиная со среды то есть возможно там мелкие какие-то дожди моросящие это не такие дожди как в Израиле было два дня дождей и там в принципе насколько я понял грунт достаточно прочный и я думаю что ну все будет нормально короче мы все это увидим что мы будем рассуждать раньше времени вот у нас сегодня случилась одна проблема дело в том что один из членов сборной Вадим Златкин он должен был лететь отдельно у него по работе не получалось лететь с нами поэтому он как бы вылетал сегодня и он должен был взять машину на прокат в аэропорту то есть как бы мы предполагали что у нас будет три машины Андрей привет что будет как бы два минивэна и будет один стейшн потому что развозить команды по зонам двумя машинами это уже проверено опытом это очень тяжело потому что надо выгрузить полностью одну команду потом перевести ну короче это геморрой и лучше иметь три машины поэтому предполагали что будет три машины в итоге получилась небольшая авария как оказалось Вадим взял с собой просто дебетовую карту и он забыл что фирмы по прокату автомобилей не принимают к оплате дебетовой карты то есть оплатить машину можно даже через телефон то есть мог как бы я позвонить даже не позвонить у меня просто бы Вадим дал телефон работнику компании и я бы ему продиктовал данные кредитки и сняли бы деньги с меня без проблем но есть один нюанс все компании по прокату берут депозит то есть гарантию того что у них будут деньги в случае если мы машину разобьем гарантированно содрать штраф вот и вот именно вот эта дебетовая сумма которая депозит точнее который блокируется на кредитной карте на время ну как бы обычно на месяц они его блокируют потом его как бы просто разблокируют деньги их никто не снимает они на счету остаются но для этого должна быть реальная кредитная карта типа виза мастеркард а дебетовые даже при наличии на них достаточных сумм не работают в итоге машину Вадиму не дали и пришлось прямо на ходу переигрывать все смотреть по google maps какие варианты ехать сюда потому что вы понимаете да в Будапешт отсюда ехать больше двух часов это если без пробок все нормально то это где-то два где-то два с половиной ну два десять при этом и ну и обратно четыре с половиной пять часов дороги это очень тяжело поэтому мы нашли вариант с поездом должна была быть одна пересадка и Вадим должен был уже вот сейчас да буквально сейчас приехать капошвар но с нашим еврейским счастьем поезд на котором ехал Вадим опоздал и приехал на пункт пересадки позже на десять минут и поезд на капошвар оттуда уже ушел короче Вадим сейчас застрял в получасе езды от нас и для того чтобы из а следующий поезд будет только в десять вечера ну как вы понимаете ждать два часа поезда потом еще полчаса то есть два с половиной часа ну блин в итоге Миша Лацкий наш Улицкий сел в машину с ним напросились Хайкин и Костик Херсонский и они поехали за Вадимом туда они его заберут через час они будут здесь но это все-таки сэкономит два с половиной часа для человека который и так вымотан да нельзя и полетом и всеми этими перепитиями с машины вот завтра с десяти часов утра начинается точнее как очень внимательно читали правила и как бы почему-то оба проглядели о том что регистрация началась еще вчера точнее сегодня восемнадцатого числа она она идет два дня то есть с восемнадцатого по девятнадцатого число регистрация прибывающих команд и мы могли бы сегодня уже спокойно зарегистрироваться да как бы я еще скажу простроились потому что сегодня прилетели южноафриканцы и так как у вова файнермана был для них какой-то там что-то он должен был передать мы решили к ним смотаться до них было ехать семь минут по-моему от нашего дома вот и мы к ним съездили дом южноафриканцев он находится в пятидесяти метрах от того места где проходит регистрация команды именно этого места проезжали сегодня как бы два раза получается туда и обратно ну вылетело из головы ничего страшного завтра с десяти часов утра мы можем опять подъехать зарегистрироваться это в общем-то формальная операция подтвердить что сборная прибыла насколько человек чтобы проверить что у них есть в списках все члены сборной вот если у них есть кейтеринг заказать кейтеринг для команд питания на время соревнований если есть дополнительные люди которые хотят пойти с нами на прощальный ужин то нужно за них отдельно заплатить вот и в общем то на этом все как бы регистрация заканчивается дают обычно пакет с документами с теми же правилами с картами города объяснениями всяких мест куда можно сходить что можно посетить и так далее ну такая вот и после этого в общем то все на сегодня на завтра но мы хотим еще зайти в соседний рыболовный магазин я не помню писал и мне ну и как бы я писал своих отчетах что у нас же была проблема с кемпингом то есть с палатками и всеми делами мы же не могли это собой вести поэтому в прошлый раз на тренировке мы снимали это оборудование в Будапеште оказалось полный дрэк далее разбитые поломанные палатки короче в ужасном состоянии все было и люди были очень недовольны палатки крохотные были совсем ну в общем нам пообещала местная федерация помощь но случилась как всегда небольшая авария потому что для венгров русские имена это русские имена и поэтому когда к ним обратился еще один товарищ с русским именем они решили что это мы и они с ним с этим товарищем продолжили переписку и они ему оформили это снаряжение которое назначалось нам а в итоге оказалось что это казахская сборная то есть короче они то что обещали нам записали пообещали казахской сборной когда разобрались с этой ошибкой когда я наконец смог объяснить женщин с которой общался которую зовут Ливия что мы это не казахи хотя имена у нас русские там и тут попадаются но это не значит что мы все с одной стороны она очень сильно расстроилась я так понимаю там был небольшой переполох у них в магазине что как так получилось а у них не было второго комплекта у них был только один комплект который они пообещали изначально нам и мы в итоге дали казах вот так как это была их ошибка они решили пойти на такой нестандартный шаг они решили нам дать совершенно новое оборудование обычно не то которое назначено для аренды а просто новое оборудование из магазина то есть фактически то что у них лежит на складе на продажу с одной стороны мы где-то выиграли потому что команды получат все новое кровати и палатки стулья все а с другой стороны это конечно немножко дороже будет стоить потому что новое что делать вот но с другой стороны это женщина с которой общался она оказалась очень приятным человеком она нам очень много помогла советами у нас одна из проблем про которые писал это было как будет передвигаться тренером между секторами расстояние большие пешком ходить это ну один раз пройдешься и все ляжешь там где-нибудь по дороге а машина это тоже очень тяжело это нужно постоянно возвращаться к стоянке выезжать там нет прямого проезда между секторами запрещен то есть им надо выезжать на трассу по трассе объезжать большой кусок и опять заезжать внутрь на стоянку очередную на очередную зону и так три зоны ну это же вообще ужас но там идет велосипедная дорожка вот и тренер там мне заморочил голову он хотел электросамокат но как оказалось электросамокаты здесь в аренду не дает но ливия нашла нам электровелосипед чему тренер тоже искренне рад потому что хоть хоть электровелосипед где не надо крутить педали тяжелее конечно сидеть задница болит но все таки это лучше чем ходить пешком и и там велосипед на сто километров как бы батарея плюс нам пообещали еще одну запасную батарею еще на сто километров так что тренеру катайся не хочу вот и поэтому завтра мы хотим пойти в этот магазин мы хотим поблагодарить эту женщину мы приготовили ей небольшой подарок из Израиля вот потому что реально она очень хорошая тетка вот и там заодно может быть что-то народ ей опять прикупит попадание в рыболовный магазин как вы понимаете это катастрофа как мы ездили вот к этому Андрешу думали на 15 минут да через полтора часа с трудом оттуда всех вытащили вот ну ладно это нормальное явление пока у людей еще деньги вот они могут себе тем более что здесь получается реально намного дешевле плюс это уже у Андреша в магазине нам делали двадцатипроцентную скидку на все товары ну то есть как бы они и так недорогие а это еще двадцать процентов скидка ну короче народ отрывался вот а после этого в общем то все как бы на завтрашний день особо планов нет но поездки по магазинам надо докупить газовую плитку для одной из команд у нас получилось что две есть одной не хватает ну соответственно народ все будут покупать все же надо сектора там кому-то ведра кому-то лопаты кому-то что веревку народы захочет покупать продукты так мы каждый день фактически ездим ну сегодня мы не ездили в магазин за продуктами но каждый день фактически ездим в магазин за продуктами и благополучно их съедаем так что народ пойдет себе покупать, мы тоже надо будет себе покупать еду, я не знаю, как у нас будет возможность вообще питаться во время соревнований, но у команд, скорее всего, будет какой-то кейтеринг, а вот нам надо будет думать, мы будем возвращаться обратно убитые, мертвые, не знаю, будут ли силы что-то вообще готовить, поэтому, скорее всего, это будет стандартный сухпай, то есть даже колбаса, ветчина, там, хамон, вот, ну и у нас сухой закон, да, вот, я сегодня очень сильно расстроил некоторых товарищей, когда им южноафриканцы предложили пиво, а я сказал, пиво, это тоже алкоголь, вот, ну ладно, как бы 24-го числа после соревнований можно будет уже вечером расслабиться, все в порядке, ну, в общем-то, как бы, да, это на текущий момент, это вся информация, ничего больше интересного нет, фотографии я загружаю на фейсбук, я стараюсь частично и грузить их и на форум, а свой отчет я просто, как бы, дублирую, делаю копипест между форумом и фейсбуком, так что и там, и там одинаковая информация, кто следит на фейсбуке, может следить там, и да, погода была сегодня замечательная, даже вот в районе где-то 4-5 вечера было плюс 21, а ночью, вот наши ребята сегодня в 5.30, когда они вышли, и в 5.30, когда они поехали посмотреть снова на озеро, было в районе 4 градусов тепла, и насколько я понял по прогнозу, такая температура будет практически до конца турнира, то есть днем, может быть, все-таки будет тепло, там плюс 15-20, но ночью реально будет холодно, так что командам я желаю удачи и утепления там, вот, все, на этом заканчиваем, спасибо всем, кто был с нами, следите за новостями, следите за эфирами, всех вас обнимаю, люблю, спасибо за поддержку, тоже очень приятно читать какие-то для ребят приятные вещи, поэтому пишите побольше хорошего ребятам, мотивация и хорошее настроение, это, наверное, половина успеха, очень как бы плохо, когда команда подходит к соревнованию в грустном состоянии, поэтому мы стараемся шутить, как вы, те, кто знает Олега Дрямова, знает, что его шутки иногда бывают достаточно сложными для понимания, и не всегда народ понимает, что это шутка, но, Глебуш, спасибо большое, передам обязательно привет всем, всем, кто нас смотрит, привет от наших ребят, коллектив замечательный, я говорю, что вот я смотрю, атмосфера сборной как бы прекрасная, все как бы совместно работают, мне нравятся эти вечерние сейчас эти обсуждения на карте, как они там все рассуждают, где там фарватер в водоеме, ну, в общем-то, на этом все, спасибо большое еще раз всем, добрый вечер всем, мы выходим в эфир из города Капышвар, Пенгрия, сегодня у нас 19 сентября 22 года, мы находимся в ожидании начала чемпионата мира по спортивной ловле карпа 2022 года, после двухлетнего перерыва в чемпионатах, это как бы эфир, просто небольшая заметка, коротенькая, о том, как прошел день в сборной, и также немножко о планах сборной на завтра, на ближайшем, еще пару дней, хотя какие там планы. Сегодня с утра, как всегда, ребята встали полшестого утра, поехали размяться, потренироваться, попробовать побросать, для того, чтобы ребята подошли к чемпионату не закрепощенными, все-таки, если несколько дней не разрабатывать руки-плечи, то потом, как бы, со старта тяжело начинать, а так они, как бы, подойдут более-менее разогретыми. После того, как они потренировались, они вернулись обратно, и мы были на связи с фирмой, с магазином, который нам должен был дать в аренду кемпинговое снаряжение. До того, как оно попало к нам, ребята уже успели пойти в этот магазин, и я так понимаю, что магазин был просто счастлив, потому что, по словам нашего главного тренера, наша сборная оставила там в районе полумиллионов форрендов. Так что, для магазина эти чемпионаты, конечно, возможность сбагрить все, что у них лежит, все, что у них залежалось, не покупается венграми, потому что для венгров это может быть дорого, а вот для нас это совсем недорого. Ну, короче, они там все скупились, они вернулись, потом, как бы, мне, женщина, девушка, которая отвечала за весь кемпинг Ливия, она мне написала, что я сейчас к вам приеду, а через пару минут написала, что извините, не приеду, потому что к нам зашла сборная Латвии, по-моему, то есть тоже скупили там полмагазина. Вот, и, ну, опоздания никакого не было, потому что изначально мы не определили четкое время, когда они привезут, это было между 10 и 12, вот, короче, в районе 12 часов они приехали, они привезли, они привезли палатки, привезли кровати, стулья, карповые маты, причем, как я уже раньше говорил, из-за ошибки, которая была допущена в предварительном определении, кто есть кто, и то, что нас спутали со сборной Казахстана, добрый вечер всем, кто нас смотрит еще раз, в итоге нам они были вынуждены дать новое снаряжение, практически мы получили две новых палатки, мы получили два новых карповых мата, как бы стулья, кровати юзанные, повдержанные, но, в общем-то, это же не так и важно, тем более, что не будет так много времени у ребят отдыхать, я верю в то, что будет работа, будет клев. Вот, мы отблагодарили эту Ливию, в общем-то, сделали небольшой подарок, спасибо моей жене, которая помогла в выборе товаров, продукции Мертвого моря, Ливия была просто ужасно обрадована, и она уже после того, как они уехали, она еще несколько раз мне писала слова благодарности, спасибо огромное за такой шикарный подарок, но она просто сама даже не понимает, насколько она нам помогла, то снаряжение, которое сборная наша брала в августе, в другом месте, это было полное, я уже говорил, полный дрэк, полуполоманное, полупорванное, вообще ужасное, без дна, без стенок, палатки, ну, короче, это был кошмар, вот, и по деньгам я не могу сказать, что то снаряжение, что мы брали в августе, стоило намного дешевле, чем, не обращать, не оборачиваешься, там просто бродит наш главный тренер, который почему-то отказывается показываться людям, я не знаю почему, она стесняется очень, вот, короче, снаряжение получили, еще получили вдобавок в подарок, ну, как в подарок, бесплатно, три стола хороших, пластиковых, на которых можно будет там поставить козью и варить пищу и кушать, вот, и после этого мы поехали втроем, как бы Олег за рулем, Гена и я поехали на регистрацию сборных, на официальный пункт встречи, там уже, когда мы приехали, там сидела сборная Польша, регистрировалась, а до них как раз прошла сборная Италии, ну, как бы тоже некоторые знакомые лица были, в общем-то, я лица плохо запоминаю, Гена там вроде кого-то узнал, ну, не знаю, вот, после поляков пошли мы, был там казус, я про него писал в своем отчете о том, что я поставил видеокамеру, как бы на запись, на запись видео и как бы забыл включить микрофон, а так как он не был включен, то, соответственно, телефон звук вообще не записал, ну, я потом уже буду, когда обрабатывать все видео, что у меня собирается, я там сделаю чисто вот голосовую озвучку о том, о чем идет там речь, там ничего особо такого нет, потому что нужно просто сверить, что их записи соответствуют тому, что мы им присылали, а они не соответствовали, сразу говорю, то, что я им посылал еще буквально две недели назад уточнение в составе сборной, потому что Юра Каганович к большому сожалению поехать не смог и пришлось из этого менять состав, ну, не состав, как бы менять состав, менять, ну, в принципе, да, состав получается, потому что вместо двойки Юра Каганович и Вадим Златкин зашла фактически двойка Вадим Курбатов и Влад и Рудкин, ну, Сергей Курбатов, извините, а Вадим Златкин он перешел в запасные вместе с Костиком, ну, и заодно, как естественно, все наши запасные это всегда, как бы они же еще и раннеры, то есть помощники, которые помогают капитану и тренеру следить за событиями, и эти, все это было подано, подано, в федерацию спорта, и не знаю, куда оно ушло, я не знаю, но документы, которые нам дали, там все было по-старому, то есть как бы старая двойка Владкин-Каганович и так далее, ну, в общем, на ходу пришлось все черкать и смотреть, короче, все там поисправляли, нам дали подарочные наборы, это так смешно, подарочные наборы, это кружка, значок и пару бумажек, то есть проспекты, куда я его делаю, не помню, ну ладно, там просто проспекты о городе Капошвар, вот, единственное, что как бы нам, как представителям сборной, капитану и менеджеру, нам как бы дали маленький подарок от но это у нас остается до субботы, у нас тренер жесткий, у нас сухой закон, даже пиво нельзя, поэтому алкоголь у нас будет только в субботу, уже по окончании турнира и как говорится, после того, как мы получим свои золотые медали, вот, после того, как мы зарегистрировались, в общем-то, уже не было особых дел, кто-то пошел отдыхать, просто, потому что, вы же понимаете, да, каждый день вставать полшестого, для многих это достаточно тяжело и непривычно, а ложатся люди поздно, именно потому что кучу вопросов нужно обсудить, всяких мелких дел завершить, посоветовать, посоветоваться, поэтому люди ложатся поздно, а встают рано, ну, в общем-то, надо отдыхать, поэтому кто-то лег спать, а кто-то пошел, гулять по городу, кто-то поехал опять же в магазин, так что всем было занятие, и вечером мы просто еще раз съездили в тот же самый ресторан, который я уже упоминал, где очень вкусно кормят, чтобы поужинать, в этот раз полностью осилить, в этот раз полностью осилить все я не смог, то есть старею явно, вот, потому что в прошлый раз я съел все, вот, и в этот раз я взял себе там другой супчик, ну, короче, я не буду об этом говорить, потому что я так вижу, что очень многих почему-то раздражают мои рассказы о том, как нас тут вкусно кормят, что типа мы должны тут наверное сидеть в проголоде, пить воду, есть сухари, и кстати сухари, вот, сестра моей жены насушила нам сухарей, я вчера их достал, поставил, как бы нам тут на стол, и мне пришлось буквально силой отбирать эти сухари у нашего тренера, и у себя самого, потому что ну не то, что там они прям какие-то супы, но вот они как-то так легко пошли, как семечки, вот ты сидишь, чем-то занимаешься, потом замечаешь, что пол пакета сухарей уже ты умял, вот, в итоге я наступил себе на горло, отсыпал большую часть этих сухарей и отнес их спортсменам, и в итоге получил кучу благодарностей, заливаю, как хорошо, как вкусно, вот, все, как бы сегодня день закончился, погода была, опять же, был чуть-чуть дождь, причем как бы был ливень несколько раз, но тут ливень, он буквально 5 минут, и все, и тут же выходит солнце, голубое небо, я так понимаю, циклон прошел мимо, он уходит, и плюс-минус уже, как бы дальше будет, возможно, будут дождь, дожди, но так и мелкие. Сейчас вечером я дождя не слышу, мы когда ездили, тоже дождя не было, завтра в 10 утра будет первый брифинг капитанов, и будет первая жеребьевка, жеребьевка зон троек, то есть, какая, какая из двоек попадает в какую зону, а уже в среду будет жеребьевка, то, что мы называем секторами, а они называют рингами, то есть, уже какая из этих двоек в этой зоне попадает в какой конкретный номер ринга. Так что завтра после 10, в принципе, опять же, будет свободное время, в 6 часов вечера церемония открытия, церемония поднятия флагов на сцену, ну, в общем-то, и все, и потом до среды, до 8 утра, как бы, опять же, спортсмены будут сидеть и нервничать. А в среду в 8 утра мы все едем на второй, так называемый, брифинг капитаном, где будет вторая шеребьевка, после чего команды начнут выдвигаться в свои зоны. Если вы читали правила ФИПС, то в 10.30 разрешено заходить, переступить через ленточку, до 10.30 можно выгрузить все снаряжение, положить его рядом над землю, но заходить за ленту нельзя. Когда звучит первый сигнал, можно занести снаряжение, начать ставить лагерь. Ну, как бы, все делают по-разному, я тоже смотрел. Есть те, которые спокойно ставят палатки, там все, потом начинают уже приступают к разворачиванию удилищ. А есть те, которые первым делом удилища, если мне не изменяет память, то разрешено вроде бы как маркириться. Мы записали это как один из вопросов на завтрашний брифинг, можно ли маркироваться между 10-30 и 12-30. Некоторые удилища разворачивают, и уже, в принципе, они готовы к бою, у них еще до заноса в сектор, просто лежат уже готовые. В общем, каждый по-своему. Вот, и все, свисток 2-12-30, начинается соревнование, соответственно, до субботы 12-30, экшн. все верят в победу, мы, естественно, тоже верим в победу. 28 стран, это вам не хухры-мухры, очень серьезный чемпионат, я таких не помню, такого количества, и как бы местные, я так понимаю, тоже не сильно рады этому, из-за того, что чем больше стран, тем меньше хороших секторов, то есть приходится сжиматься, секторы становятся маленькими, ринги, и многим попадают плохие, так скажем. Вот, ну, в общем, плюс-минус это все за день, ничего больше такого особо интересного не было, постоянное заседание сборной над картой, обсуждение тактики, стратегии, вопросов и так далее, но обычно нормальная работа сборная. Вот, сборная, опять же, повторяюсь, на мой взгляд, очень хорошая, с точки зрения психологической, с точки зрения подготовки, готовы рвать всех, Серега, привет. Вот, и когда я завтра смогу выйти, смогу ли, я не знаю, потому что, так как в 6 будет церемония открытия, я не знаю, сколько она продлится, я боюсь, что мы только в 10 часам вернемся домой, а вставать надо очень рано, поэтому желательно и лечь. Так что не знаю, не обещаю, значит, завтра, может быть, днем, между вот, брифингом капитанов и церемония награждения, может быть, я еще там скажу пару слов, если будет что-то интересно на брифинге. Если хотите, чтобы я передал кому-то привет, пишите это в комментариях, извините, можем передать привет не только нашей сборной, можем передать привет и молдавской сборной, и украинской сборной, все здесь. Так что всем спокойной ночи, нам тоже спокойной ночи, спасибо всем, и до встречи. Все, всем пока. Еще раз добрый вечер всем, кто смотрит. Так у нас сегодня 20 число, 20 сентября. Сегодня был вторник, ничего пока есть. Сегодня проходил первый брифинг капитанов, он состоялся, начался в 10 часов утра, реально был бурный брифинг, ну, потому что 28 стран, соответственно, огромное количество вопросов. Мы, как умные евреи, поступили самым хитрым способом, то есть я все вопросы, которые были озвучены, вчера еще нашими ребятами, я все эти вопросы выписал на бумажке, там было 7 пунктов, и когда начался этот брифинг, я просто Робу Хьюксу, который вел этот брифинг, я ему положил на стол, сказал, Роб, вместо того, чтобы орать из зала и перекликать всех остальных, вот тебе мой список вопросов, пожалуйста, если какие-то вопросы будут уже озвучены и ответы получены, ты их просто пропускай, а в конце как бы прочитай эти вопросы и дай на них ответ. В итоге оказалось, что часть вопросов интересовала не только нас, и они были уже отвечены в ходе брифинга, а некоторая часть, как оказалось, люди про нее не подумали, и в итоге как бы даже спасибо сказали, потому что были вопросы, которые как бы могли вызвать некоторые сложности у команд. я не знаю, есть ли смысл озвучивать все эти вопросы, но там вопросы, Димечка, привет, всем передам, ребята там сейчас внизу собираются, загрузят машины, а я пока сбежал провести эфир. Например, вопросы были такие, можно ли маркериться после захода в ринг 10-30 до 12, то есть 12 начинается соревнование, соответственно, у тебя есть время на установку лагеря, вопрос был, можно ли маркериться. Или там был вопрос, сколько человек одновременно может находиться в воде, я имею в виду спортсменов, в случае вываживания рыбы. Ну, как конкретно сказали, что если две рыбы, дуплет, то, естественно, два спортсмена в воде, если это одна рыба, один спортсмен. Ну, в общем, таких вот вопросов было много, вопросы, как бы, Роб их озвучил, ответы мы получили. После этого была жеребьевка подходов, то есть, как бы вначале там получается как, что вначале они вызывали по алфавитному списку, вызывали сборные, сборные выходили, первым делом тянули номер своего подхода на жеребьевку зон завтра, точнее, жеребьевку низон, а жеребьевку рингов. После чего они тянули шарики из мешочка, каждый шарик, то есть, у нас там, например, в списке три двойки, то есть, первая двойка вытягивается шарик, говорит, окей, эта двойка идет в зону там, B, потом вытягивается второй шарик, вторая двойка идет в зону C, третья в зону А. Ну, короче, на каждую сборную, на каждый, три двойки было распределено, в каких зонах они будут находиться, и завтра будет жеребьевка, где будет уже определяться, в каком конкретно секторе, то есть, как бы в ринге, номер ринга эта двойка попадет. я на фейсбуке выставлял результат нашей жеребьевки, озвучивать его не буду, можно посмотреть в моем профиле, там все это есть. Зоны разные, все зоны разбиты на подзоны, то есть, каждая зона это разбита, в принципе, на две подзоны. Есть зоны очень сложные по логистике, там, где крутые склоны, там, где лес, там, где привет Андрюша от Андрюши, там, где заросли камыша, какой-то асоки, ну, в общем, есть фиговая сектора, даже, как бы, в одной зоне или подзоне есть часть вполне нормальных, а есть, ну, мягко говоря, грубо выражаясь, не очень. Ну, тут уже ничего сделать нельзя, это верим, как говорится, в высшие силы, то, что Олег завтра вытащит самую лучшую тройку секторов для нашей сборной. Ну, да, тройку секторов для нашей сборной. В общем, в 8 утра начинается эта жеребьевка завтра, мы туда приедем сестра раньше, решили, что команды приедут на зону Б, откуда будет начинаться распределение всех машин по другим зонам, они туда приедут к 9, мы где-то к полдевятого надеемся уже знать, в каких секторах будут наши ребята. Соответственно, мы можем им сказать, что они, в принципе, могут уже двигаться в сторону своих секторов и выгружать снаряжение рядом с ленточкой, за которую они смогут зайти, соответственно, уже в 10-30. сегодняшний день, давайте скажем так, нам реально в этом году на этом чемпионате просто очень повезло с людьми, людьми не только нашей сборной, но людьми, которые нам помогают здесь, в Индии. Я об этом уже говорил, да, велико электрический индившин, я сейчас до него тоже дойду. Дело в том, что я уже говорил о том, что нам помогал парнишка по имени Андреш, сын хозяина рыболовного магазина, он нам очень многим помог, включая переводы, звонки, он нам помогал, он звонил в те места, где очень плохо с английским, и он там объяснялся для нас, за нас, в общем, классно. Вот, а вторым человеком таким оказалась жена хозяина магазина рыболовного, которую вы находитесь рядом с нами, Ливия, я про нее писал в своих отчетах, это тоже, но я не могу даже объяснить, в общем-то, она нам ничем не обязана, да, как бы, она себе работает в магазине, то, что мы туда придем, купим, может быть, чего-то, это еще такой вопрос, купим, не купим, неизвестно, вот, но сколько она реально нам помогла, тоже вот, тяжело даже оценить, и вот с этим же велосипедом, про которого тут сейчас Андрюша спрашивал, это была одна из проблем, которую поднял наш тренер, он сказал, что перемещаться между секторами на мишине там очень сложно, потому что проезд вдоль берега запрещен будет после, фактически, после выгрузки снаряжения машины все должны будут убраны с водоема, и есть только три стоянки, от которых далековато идти к секторам, а перемещаться между этими стоянками, это тоже, это хороший кусок, там, ну, не километража, там, прям бешеный, но все равно, минут 5-7 надо потратить, чтобы выехать на трассу, по трассе объехать, заехать снова и так далее, а ему нужно быстро перемещаться, поэтому он задал мне тогда вопрос по поводу этого, он хотел электросамокат, и вот эта вот Ливия, она для нас просто провела безумную работу, прошерстила все возможные варианты, в итоге она нашла магазин, это магазин велосипедов, которую, как бы, на их, они, в общем-то, сдают их в аренду, и она с ними договорилась с этим магазином, что они нам велосипед один дают, и я больше скажу, что обычно за аренду требуют всегда залог, ну, вы знаете, на случай, если что-то поломается, вот, то она смогла, во-первых, взять так, что у нас не взяли залог, как бы, нам дали запасную батарею, нам дали зарядное устройство, и, фактически, мы не обязаны возвращать этот велосипед, мы его привезем на дом после соревнований, и Ливия сама его заберет. Так, на этом все еще не закончилось, дело в том, что у нас возникло, вот, внимательно посмотреть, всем добрый вечер, спасибо, что вы с нами, все будет хорошо. Это наш тренер после бурного обсуждения вопросов со сборной, короче, я вам рассказывал вчера, у нас возникла проблема с автомобилем, что в третью машину Вадим не смог взять из-за того, что у него не было с собой кредитной карты, была только дебетовая, и я, опять же, нагрузил эту несчастную Ливию вопросом, может ли нам помочь связаться с какой-то из местных арендных контор, и узнать насчет аренды машины на, практически, нам нужна машина на один день, для того, чтобы просто завести одну из двоек в свой сектор, а не заморачиваться с двумя машинами, и в итоге она вдруг говорит, короче, она говорит, я сейчас с мужем поговорю, может быть, мы вам поможем, ну, я думаю, ладно, интересно, чем она нам поможет, в итоге она с мужем пообщалась на венгерском, и говорит, мы решили, что мы вам дадим одну из своих машин, у них три машины, три, метрики как бы вена, которыми они пользуются для своей продукции, я говорю, блин, я не знаю, что тебе сказать, как бы, это неудобно, это же ваше личное имущество, она сказала, ничего страшного, короче, короче, 3 часа дня, к дому подъехал Volkswagen, туран, именно багажный, то есть, как бы, водительское, пассажирское сидение, пустая машина, это просто идеально, то, что нам нужно, потому что этот велосипед, если вы видели фотографии, он просто гигантский, мы его с огромным трудом впихали в коллегу машину, когда везли сюда, и мы думали, а как же его везти туда, потому что, если машина будет загружена еще там, тубусами и всем остальным, я извиняюсь, за велосипедом там места просто уже нет, ну, либо что специально ехать за ним отдельно, второй ходкой, короче, когда я попытался этой ливии сунуть деньги за эту машину, хотя бы за сутки, она сказала, мне надо никаких денег, это вам, как бы, от нас чисто такой же с доброй волей, и при всем, при том, что и, как бы, возвращая, то есть мы машину завтра пригоним снова к дому, и она сама ее заберет, причем я так понял, что вот она, когда на машину пригнала, пошла себе дальше в магазин пешком, не то, что это так далеко, но могла бы просто даже попросить, чтобы мы ее подбросили, ну, такие вот, причем она при каждом слове, при каждом моем обращении к ней она жутко краснеет, я так понял, что она, ну, не сильно ей, как бы, в жизни приходится общаться на английском языке, тем более с израильскими спортсменами, ну, в общем, короче, классная тетя, классный магазин, все, что там можно было, мы выгребли нафиг, вот, и, короче, будем всем рекомендовать в дальнейшем этот магазин. Олег попросил меня рассказать о том споре, который был во время брифинга капитана, дело в том, что они сделали какую фигню, в воде стоят атропы, то есть маркеры, в каждой команде есть правая ленточка и левая ленточка, значит, правая ленточка направлена в воду и смотрит четко на вот эту атропу, это правая граница сектора команды или там ринга, за которой она, естественно, вправо уходить не может, она должна ловить левее, но с левой стороны нету такого буйка или атропы, который бы ограничивал створом сектор, то есть с левой стороны просто лента, причем она натянута, если мы правильно поняли, в некоторых местах перпендикулярно воде, а в некоторых под углом, из-за того, что есть проблемы с растительностью, с деревьями, она как бы сделана так, чтобы показывать направление заброса по левой стороне, и люди там стали возмущаться, что это очень неудобно, и это будет путаница, это будет ругань, кто кому куда кидать, в общем, в итоге на брифинге уверили спортсменов о том, что эту проблему попытаются решить, я не знаю, как они попытаются решить, они должны, они пообещали вроде бы как поставить и левую границу от рупы тоже, то есть сделать створ, реально створ на каждую команду, которая показывает четко направление заброса и как бы ворота, куда кидать можно. Одна проблема небольшая, эти от рупы ночью не светятся, то есть ночью их не видно, поэтому было сказано всем сборным о том, что позаботьтесь сами, как выставить что-то направление заброса, чтобы четко понимать, где находятся эти от рупы. Был задан вопрос, можно ли использовать лазерный целеуказатель для определения линий заброса, сказали, что в правилах запрета нет как такового на такие вещи, есть запрет на использование ярких фонарей и освещения, но это не относится к нему, и по-моему сказали, что только желаем, чтобы не светить на противоположный берег, потому что лазер достаточно мощная штука, если там с той стороны будут люди, то кому-то может попасть лазер в глаз и повредить. Посмотрим завтра, как оно будет в реальности, мы пока, естественно, не слабо себе представляем, как они всю эту проблему с секторами и с границами решат, плюс еще проблема, это то, что огромное количество команд очень сильно ужали, фактически отсутствует буферная зона вообще как класс. Если обычно у тебя есть ринг, вокруг ринга у тебя есть зона, которая как бы внутри которой находится ринг, и между двумя такими зонами, тут как бы два сектора, находится буферная зона, еще двухметровая для журналистов, которые могут заходить пресса, то сейчас этого ничего нет. Это двойная есть. Так а сколько там расстояния, Олег? Какое же там расстояние? Есть много секторов, где буфера очень большие. Есть много секторов, где буфера большие, есть сектора, где стоят практически близко. Как позволяет... Так вот, я же об этом и говорю, о том, что есть сектора, где у тебя никаких буфера, ничего нет. Буфер может быть 3 метра, 5 метров, что ведь нельзя считать, что это вообще буфер. Но это не буфер, потому что у тебя обычно 40, у тебя 40 метров должен быть сектор, 40, внутри которого стоит 20-метровый ринг. Я должен быть 20 на 12. Это ринг. Это то место, где стоят спортсмены, 20 на 12. Вокруг этого есть 40 метров. 40 метров, если это двойное кольцо, до которое нельзя переходить, еще метр вот так вот, потом между рингами... То есть у тебя твой сектор сам по себе, сам по себе сектор, вся его длина, это 40 метров должна быть? Ну, как бы да. Ну, как бы да. 20 между секторами должно быть. Ну, здесь этого нет. Ну, вот об этом же и говорит. Проблема именно в том, что есть зоны сектора, где с этим, ну, реально, как бы не знаю, как они разберутся. Ну, в общем, после того, как нам привезли машину, команда немножко там, кто поработал, кто отдохнул, и мы оделись во все парадное и поехали на церемонию открытия. Причем, как бы нам повезло реально с жильем, Олег уже об этом даже несколько раз говорил, что у нас все рядом. У нас все, что нужно, находится на расстоянии 5 минут. И езды, а иногда и ходьбы. И этот центр, где проходил открытие, он тоже, точно так же, 5 минут, какие 5, даже 3 минуты, а не 5 минут. Езды от нашего... 800 метров. О, 800 метров, говорит я. Так что и тут было хорошо, не надо было заранее никуда ехать. Ну, я вообще, честно говорю, я не очень люблю эти церемонии, потому что всегда очень много говорят. Говорят, там выступал мэр города, выступал еще кто-то, председатель федерации города Капушвар, потом приступал профессор Матиоли, председатель ФИПС. короче, это вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, там полчаса, 40 минут только вот таких вот спасибо этим, спасибо тем, вот. Потом выступил какой-то фольклорный ансамбль, как, на мой взгляд, какие-то дилетантов на улице поймали, которые роняли свои палки на странице. Ну, они старались, Андрюш, ну, время старались. Да, они старались, как бы, ну, для чем, мне кажется, это, ну, не знаю, слабовато. Дим, ты прав. Сек, ну, здесь нет понятия сектор. То, что сектор, это у них называется зона. Мы называем это зона А, Б, С, а у них это называется сектор А, Б, С. А вот то, что ты говоришь, это ринг или пег. То есть, как бы, это место, где стоит команда 20-метровая, 20 метров на 12 метров. Это место, в котором внутри находится команда и откуда им выходить нельзя. А с двух сторон от вот этих вот краев 20-метровых из этого ринга есть еще по 20 метров. Ну, да. По 20 или по 10. По 10 получается. Так, чтобы в общей сложности это было 40. Но, как сказал Олег, реальность, к сожалению, диктует свои условия и здесь очень проблематично сделать в некоторых местах вот такие зоны, такие ринги. Это как и у нас на Кенерате. Есть места, кто может сделать 100 метров для команды, а есть места, где с трудом 20 метров и скажи спасибо, что они есть. Так что, все это мы увидим завтра. Завтра мы узнаем, в какие места мы падаем, в какие ринги попадают наши ребята. От этого будем танцевать. Гена, привет. Тебе всем привет, от тех, кто тебя помнит. Здесь у нас таких три человека. Гена, Медведев? Да. Евгения, Медведев от Олега, Дрямова. Привет. Физкульт, привет. Вот так вот прошел сегодняшний день. Все продуктивно работали целый день. Ребята разбирали, раскладывали свое снаряжение. Кому что, кому какая палатка, какие стулья. В общем-то, бездельничать никто не бездельничал. По ресторанам сегодня мы уже не ходили. Михи, привет передам обязательно. Вот. Так что, следите за моей страницей в Фейсбуке. Как только будут появляться эфиры, они будут появляться спонтанно и внезапно, без предупреждений. Поэтому я буду пытаться при начале эфира делиться этим эфиром на своей странице и на странице группы из Рафиш, которая есть на Фейсбуке. Может быть, это хоть как-то дойдет до людей. Вот. Всем спасибо, кто нас поддерживает. Мы верим в то, что вы в нас верите и в то, что вы нас будете поддерживать до последнего секунды. И все настроены на победу. Я не вижу ни одного сомневающегося в этом. Так что, главное, правильный настрой. И мы всех порвем, как тут грилку. Вот. Так что, до свидания. Ждите появления новостей на форуме, на Фейсбуке. прямо хочешь сказать, что он нам следует? Спасибо всем. Сейчас, подожди, секунду. Всем доброй ночи. Мы будем стараться. Все. Спасибо всем. Всем пока. И снова всем привет. По второму кругу. Мне никогда не жалко поздороваться еще раз. Мне сложно подождать всех тех, кто там висел и смотрел, и теперь был внезапно, как говорится, выкинут со стрима. На жеребьевку поехал Олег, я и Игорь и Костя. Остальные ребята они были уже ждали нас в районе сектора С. После жеребьевки мы поехали разгружаться. Так как администрация водоема запретила заезд на сектора из всех мест кроме одного. Это создало колоссальный балаган, но на удивление очень быстро он рассосался. То есть они просто запускали по дороге, которая идет вдоль водоема, запускали машины из расчета, что самая дальняя это зона А, значит первая пошла зона А, за ней поехала зона Б и зона С как бы последняя заезжала. То есть мы как бы с Олегом ехали последние, а ребята поехали вперед. Поехали на машине одной нашей и на втором машине, которую нам любезно предоставила Ливия, которая нам помогает. вот я поехал так, я был в принципе я был с Олегом, я был фактически с командой Антона и Вова Файнерман, поэтому я из их сектора тоже делал небольшой стрим, если кто смотрел, у них сектор, у них ринг, он находится в лесу, в таком классном, темном, влажном лесу, а как бы ринг братьев находится на зеленой травке, называется растительности в округе нет, кроме камышей, камыша в воде, из-за чего у них там есть только два места, куда они могут выводить рыбу, в принципе, потому что все остальное заросшие камышами, как бы вырубили куски, вот, но все равно, не знаю, я бы вырубил там, как бы, все 20 метров, но это, понимаешь, они пытаются сохранить растительность тоже, вот, 10-30 команды занесли все внутрь, соответственно, быстренько все там поставили, промаркирились до 12-30, уже, как бы, команды имели впечатление о том, что у них там впереди, что в водоеме, после чего 12-30 прозвучал, как говорится, свисток, никого свистка не было, естественно, вообще тоже меня это удивляет, в других чемпионатах хоть как-то пытались изобразить сигнал, стрельба, заходничнего ружья, какая-то сирена, здесь, как бы, ты то, чисто по часам ориентируешься, посмотрел на часы, а, 12-30, ну окей, забрасываем, вот, и, все, началась рыбалка, изначально, как бы, у нас была поймана первая рыба в зоне А, но оказался не зачет, зачет здесь полутора килограмма, а рыба в итоге оказалась на хвосту, вот, но, уже после этого, уже когда мы уезжали, начал расхлевываться, и у нас, фактически, получается, две рыбы в зоне Б, и одна рыба в зоне, или наоборот, или одна рыба в зоне С, точнее, в зоне С рыбы пока нет, то есть, Б и А у нас рыба есть, и она зачетная, но, так как местные судьи, они сделали один обход, и этот обход был в районе трех часов дня, Игорь, я скажу так, что главный принцип, один из, как бы, тренер поставил конкретные цели для команды, первая цель, это взять первую рыбу, чтобы в каждой двойке, в каждой зоне, в каждой зоне, была рыба, это первая цель, вторая цель, сделать соседей, третья цель, сделать подзону, четвертая цель, сделать зону, надо двигаться, он нарастает, вот, так что пока у нас, то есть, судьи взвесили, и этот протокол, который сейчас есть на фейсбуке, это протокол на того взвешивания, поэтому получилось, что начали скандалить капитаны команд, говорят, что вы же нам обещали каждые три часа взвешивания, где оно, это взвешивание, короче, в итоге они взвесили еще раз, но эти результаты уже появятся в утреннем взвешивании, скорее всего, сейчас публиковать не буду, потому что результаты вносит Барбара, и они уже пошли отдыхать, реально, они уже пошли спать, ну, поздно, людям надо спать, так что завтра уже будут результаты и вот этого предыдущего, и если будет что-то ночью и утром, я думаю, что они где-то часов 8 утра взвесят и часов в 9 опубликуют результаты, поэтому и я постараюсь часов 9 или как только они появятся их опубликовать. Вот, в принципе, как бы все, мы малыми силами пытались следить за конкурентами, но пока особо нечего следить, в общем-то, да, тем более у нас и людей не хватает на все, невозможно везде разбросать. Сейчас мы видим, что там вот хорваты пошли хорошо вверх, сербы хорошо пошли, может быть, за ними надо было посмотреть, у нас просто людей нет, на всего не разорвешься. Ну, ладно, мы все равно победим, нам филе, на что там ловят наши соседи. В районе сектора б, б, есть кафетерий, там очень вкусно, как бы, можно покушать, проблема в том, что спортсменам выйти из сектора нельзя, но завтра им вроде бы как должны сделать кейтеринг, тем, кто захочет, конечно, и, ну, развозить его придется нам, я уже об этом говорил, что у них нет доставки в зоны, то есть, доставят просто одну точку, оттуда забирайте и развозите, как хотите. Для меня проблема это только в том, что если будет, например, что-то горячее, там суп, ну, я боюсь, что пока он доедет до команды, он уже будет холодный. Погода замечательная, плюс 20 днем, где-то плюс 6-4 ночью, дождик был пятиминутный днем, на солнце было очень даже жарко, реально, но там проблема в том, что ты только заходишь в тень, сразу становится холодно. Как у нас с кондиционерами, заходишь в автобус с кондиционером, выходишь на улицу, плюс 37, ну, в общем, а потом удивляемся, почему нас пока. И обещают, что погода такая будет плюс-минус до, вплоть до субботы, то есть, благоприятно для спортсменов, что не будет каких-то там катастроф, ураганов, дождей, завтра тоже обещают дожди, ну, 2 миллиметра осадков в час, ну, что такое 2 миллиметра, в чехе. Так что, нормально. Все, как бы, у нас больше ничего особо такого нет, сейчас вот наши там тренера внизу, на первом этаже, ведут дурную дискуссию, что я даже сюда ее слышу, обсуждают, денег, обсуждают, результаты, что они получили, то, что собрали наши помощники, Вадим Златкин, вообще просто чудо, он там так подробную информацию собирает, там, вплоть до минуты, какую минуту, какая команда, что забросила, такого цвета и на какое расстояние. Вот, ну и, соответственно, и в других, там же Гена тоже бегает, Игорь бегает, и Костя сейчас, так как он у нас запасной, то он помогает в качестве просто раннера, помощника, он тоже смотрит другими командами, что они делают, может быть, что интересненькое можно там узнать. Завтра в 10 часов будет встреча капитанов, на которую мне надо каким-то образом попасть, учитывая, что у нас сейчас фактически одна машина осталась. Да и все, все, обычная ловля, то есть брифинг капитанов, я так понимаю, там будут выноситься жалобы на все, что было не так, а много чего не так. Очень много команд жутко недовольны своими секторами, в многих местах сектора просто реально ужасные. Я не знаю, как там можно ловить и жить. Там пишут, там в одном секторе спасмен, чуть ногу себе не сломал, чуть-чуть себе не сломал, но там реально, ребята, как бы сектор, влажная трава под углом 30 градусов к воде. То есть, я, где палатку поставить? Под уклоном, ну, зашибись, как бы, ты просто из нее выйдешь, нам и вперед, там в водоем. А если бежать к удочкам, ой, это кошмар. Это реально жутко. То есть, как бы, ну, по дереву стучу, да, нашим попали сектора, которые с точки зрения логистики, ну, очень хороши. Да, есть уклон, но возможность поставить нормальную палатку есть у всех команд. Все команды поставили себе платформы для заброса. У Антона она была не столь актуальна, но они тоже сделали, потому что раз привезли, надо ставить. Но вот у братьев и у команды Bingo, да, эта платформа, она там, в принципе, без нее нормальный заброс сделать нереально, потому что, если у вас уклон, то у вас нету нормального упора, чтобы прогрузить удилище и делать заброс. А вот как раз, где братья стоят, там, насколько мы знаем, нужен дальний заброс, относительно. Чтобы не 90 метров, подальше. Так что платформы эти нужны, и то, что ребята купили материалы и соорудили эти платформы до выезда, это очень правильно. То есть, на этом водоеме сто процентов это нужно. Вот. Ну, как бы, Вадим, в общем-то, почти весь день просидел возле одной из украинских команд в зоне B. как бы, там меньше, меньше, чем он, меньше он за ними следил, чем просто трепался. Мы тоже пообщались и с казахстанским, казахскими ребятами, с латвицами. То есть, как бы, вообще, соревнования-то прикольно, что ты можешь пообщаться с людьми, особенно возле кафе за чашечкой кофе. Так что так. Ну, те, кто знает про нашу историю с Мишей и латскими, у которого умерла мама, он уже в аэропорту в Кутапеште, у него вылет в 5 утра, в 3-й ночи у него посадка. Я не знаю, кто ее будет встречать. Ну, я думаю, это как-то организует, так как брат ему организовал билет, купил ему, ну, я думаю, как-то там максимум возьмут такси. В какой ситуации, я думаю, уже экономить деньги просто нельзя. Причем, Миша у нас очень гордый, мы хотели ему купить, заказать ему такси и отсюда прямо в аэропорт. Он категорически отказался, он сказал, что смысл какой в этом, если у меня вылет в 5 утра, зачем мне типа на такси туда ехать, я спокойно доеду на поезде. Ну, по крайней мере, согласил, чтобы его привезли на поезд. А поезд отходит не из нашего города, из соседнего, который в полчаса отсюда. Ну, все нормально, он сел в поезд, он доехал в аэропорт, он подойдет домой. Мы приносим ничего наше соболезнования. И одно из таких вот парадоксальных случайностей, что он через 2 дня один рождение. 23-го, Миша, один рождение. Вот такой вот, блин, подарок на день рождения. Ой, вот у нас сегодня были задушевные разговоры с Робом, Фиксом. Надеюсь, знаете, о ком речь. с капитаном румынской сборной общались, там много интересных тем поднималось по поводу будущего карпфишинга, как они его видят, и как его Роб видит, и как Фипс его видит. В общем, интересно, что с этого выйдет всего. Они, кстати, да, они хотят ввести ограничения по возрасту, потому что Роб говорит, да что это за соревнования, одни деды 50 плюс. Это, говорит, это, классно, но, как бы, в любом виде спорта есть юниоры, там, есть 14-18, 18-25, это, да, из градации. Это у нас в карпфишинге, как бы, там, с 14 до 100. Это неправильно. Надо тоже делать какие-то возрастные категории, где от соревнований, там, и юниоры, и сеньоры. Ну, как-то так. Ну, не знаю, что из этого выйдет, этого идеи. Потому что, реально, как бы, человек достигает каких-то высот в карпфишинге, ну, с возрастом. И опыт набирается соревнованиями, и не одним, как бы, не знаю, десяток соревнований, чтобы набраться опыта. Соответственно, пока ты набираешь только старейший. Ладно, всем спокойной ночи. Спасибо всем, кто меня смотрит, кто меня, вроде, не старики. Да, вот. Спортсменам, естественно, я желаю ночи неспокойной, хотя, как говорят про этот подъем, ночь здесь тихая. Но было бы интересно, если бы наши ребята смогли нарушить это убеждение, потому что ночь здесь не клюет. Подождем утро. Я готов просыпаться и среди ночи, если придет сообщение о том, что они взяли рынок. Так что, всем вам большое спасибо. Следите, Игореш, передам, следите за моей страницей на фейсбуке. Опять же, я не могу заранее предсказывать, особенно, если это, говорим, днем, там у меня появляется минута, я могу попытаться выйти в эфир. Но делать такое расписание, как делают наши украинские коллеги, то у них четко расписано, в какое время они выходят. Я не могу это сделать. У нас не так много людей, чтобы вот меня не использовали еще в каких-то там целях. Помочь что-то принести, последить за какой-то командой и так далее. Поэтому я как бы так на трех стульях сижу. все. Еще раз спасибо всем вам. Распространяйте это видео. Ставьте лайки и следите за новостями. Больше всего, конечно, на фейсбуке. До форума я, блин, просто не добираюсь. Извините. Сейчас попробую на форуме тоже написать, потому что я так понял, много людей не имеют счетов на фейсбуке, соответственно, не знают вообще, что происходит. Все. Спасибо всем. Всем отдыхать. Завтра тяжелый день, а нам надо бороться. Всем, кто заходит, наше здрасте венгерское. Как вы будет, этот, господи, добрый вечер, я тут был. Вот как будет добрый день, я помню. Ио на пот. Ио на пот. Мне больше нравится, когда мой стрим смотрят израильтяне, которые не понимают ни слова. Но как он написал у нас, один из наших любимых друзов, аджуат, он мне написал, мне говорит, не важно, что ты там говоришь, мне на тебя просто смотреть, я. Вот какой человек. Просто смотреть на меня, ему уже хватает, без всяких моих объяснений, без понимания, о чем я вообще говорю. вот. Здравствуйте всем, кто присоединяется. Сегодня у нас было 20, пока есть, 22 сентября 2022 года идет, то есть, не прошел второй день чемпионата мира по Карпишингу, который проходит на озере Деседа в городе Капшвар в Бенгрии. Кто не знает, что это водоем, идите, почитайте. В принципе, водоем очень красивый, достаточно большой, но, как у все водоемы в Европе, он используется для разных видов рыбалки, очень любят фигуристы, и как бы тут же, тут и спиннингисты тоже очень любят, потому что есть водоем, и щука. То есть, короче, такой стандартный водоем с европейской рыбой. Ну, и, естественно, карп и амур. Единственное, что у всех результатов, которые пока на сегодняшнем видел, амура я не видел. То есть, везде записано карп, 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 карп. Не знаю, я знаю, что в 2017 году было амуры, на амуре некоторые команды сделали себе карьеру. Вот. Смешно, что за нами следят разные люди, ну, следят в хорошем, Слав, сейчас я все расскажу. В хорошем смысле слова следят, то есть, как бы, болеют за нас люди, которых я этого не ожидал. Если бы вы, 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 за нас болеет хозяин компании Дуди Байкс, румынской, который, в принципе, должен болеть за свою румынскую сборную. Но он не так, что написал, что мы просто очень крутые, и чтобы мы так держали, дал там еще пару советов. Правда, я не верю, что мы будем к ним прислушиваться, но на всякий случай, как вы понимаете. вроде человека от души пишет, а мало ли чего, может у него там задача не дать нам подняться выше. Ну, хорошо. Вот, за нас очень сильно болеет наш бывший тренер, который у нас был, когда мы ездили в Сербию, мини-болестников, постоянно следит за результатами, тормошит меня бесконечно, напиши там, что как, где как, кто как, кто ловит. Ну, приятно просто, что есть люди, которые реально болеют за нашу сборную, они не изрутяне, не евреи, как бы вообще. Вот, по поводу результатов, если вы следите за моей страницей на Фейсбуке, то я, в общем-то, там, как бы, публикую эти, ну, как они называются, таблицы. Я опубликовал последнюю, интересно посмотреть. Да, да, я опубликовал, та, которая вышла в 19 часов. Это последняя, которая была официальная, в которой, Дима, я тебя понимаю, но смотри, ваши там реально рвут. Я не знаю, что там за секрет они открыли, но они реально рвут водоем. То есть, как бы, они очень хорошо пошли. Вот, если вы посмотрите на таблицы, которые я выставлял после 19 часов, то мы до сих пор на шестом месте, и там не учтены еще рыбы, которые есть у наших ребят, поэтому есть шанс, может быть, даже подняться выше шестого места. Я не уверен, что это будет очень надолго, потому что мы же сражаемся с очень сильными командами. Мы сражаемся с командами, многие из которых были неоднократными чемпионами мира. а наш лучший результат Молдавская кукуруза. Ну, ладно, поверим, что как бы мы сражаемся с сборными, которые реально сильны. И мне, то есть, я лично очень горд, потому что мы сейчас находимся как бы в этом списке, списке этих команд, которые вот доказывали неоднократно, что они могут, хотят и могут. Вот. Ну, посмотрим, ребята, как вы же понимаете, это придает им энтузиазм, заряжает их энергией, потому что как бы когда у тебя нет рыбы, у тебя не клюет, и на последнем месте ты в итоге опускаешь руки. Очень часто как бы команды просто сдаются до окончания соревнований. Они не верят уже ни во что, они просто уже говорят, шансов нет. А вот те команды, которые таки, да, до последнего сражаются, вот часто бывают ситуации, когда, оно может быть не на первое место, по крайней мере, как бы могут подняться и на пятое, и на третье, иногда даже бы бывало такое, за ночь поднимались. А вот посмотрите, какой клев на этом воды. Ну, никакого клева между нами девочками. если мы глядим, если мы глядим на эти таблицы, то, ну, блин, где моя таблица? то есть, как бы, смотрите, как бы у нас сейчас 14-28 стран, из которых у вас есть 4 страны с одной рыбой, есть куча стран с двумя-тремя рыбами, и вот там, буквально несколько, у которых больше 4 рыб, 8, 9, 17, 11, 15 и так далее, но это исключение из правил, это не правило. М-да, это я, Диме, но Jetstream не здесь, к сожалению, и это мало что кому поможет, потому что у нас-то по-любому этого не вписать, ты понимаешь, так что такое дело. Но, как бы, хорошая реклама вашей продукции, я скажу, если это так. Вот, завтра у нас день заноса, доноса, точнее, прикормки, по правилам с 10, с 10 утра до 12 часов дня можно донести прикормку командам, сейчас он там внизу, бурлит работа, ребята варят, жарят, парят, готовят, потому что есть команда, которая кое-что уже заканчивается, есть команда, у которой все хватает, ну, короче, будем это делать, самая большая проблема с этим в том, что въезд машин на территории водоема запрещен, а от стоянок до секторов команд, там, вот, 500 до километров, 100 метров до километров, это вот все тащить на себе это несколько тяжело, особенно, когда у тебя там какие-то ведра тяжеленные, большие, это, я не знаю, как они будут сказать честно, но они будут молодые, спортивные, там у нас все помощники, я бы не взял, это честно, не обижайтесь, но тащить, скажем, там, 100 килограмм на расстоянии полукилометра, это уже не мой вид свой, Сереж, спасибо, и естественно, чаек у нас есть, мед, правда, нет, но если бы, ну, будем лечиться, но это уже, когда я с вами сейчас покончу, я уже пойду пить чаек, что у нас остается, остается завтрашний день, и остается суббота до 12 часов мая, какая тележка, теперь нам надо три тележки, не одну, потому что время очень ограничено, хотя с другой стороны, но все равно одна машина, да, машина одна, поэтому развозить придется с одной машиной и подтяжка, но она будет выглядеть так, что Олег подъезжает, скажем, начало от зоны A, сбрасывает там того, кто будет это таскать в зону A, и мчится дальше, бегом-бегом в зону B, сбрасывает в зону B того, кто будет таскать там, и мчится дальше в зону A, ну, как-то так, в общем, тяжко будет, хотя тяжко будет, можно подумать, что сегодня и вчера это были прям такие пляжные прогулки, тоже вот, вы бы, я, он не запрещает его фотографировать, после приезда сюда, правильно делает, потому что, если мы посмотрели, вы бы это самое, испугались, просто, как выглядит тренер, когда он выжат, как лимон, и сидит, и как рыба, я там могу помочь, да, а ну, махни ручкой, еще раз, всем привет, Вадика узнали все, вот, это один из наших незаменимых помощников, молодой, спортивный, боец, как говорится, бегун, в дальней дистанции, фотограф, шпион, господи, сколько у него специальностей на этом водоеме сразу, вот, кстати, да, я не помню, я говорил спасибо, не говорил спасибо, вот, Саша Прайс, я вижу, зашел, его, друзьякам, которые меня сегодня привезли с брифинга капитана, потому что Олег меня там подло бросил, сказал, пешком пойдет, оттуда пешком, ну, я думаю, километров 8, вокруг озера, может, даже больше, не знаю, надо посчитать, ну, короче, меня усадили в шикарную машину и отвезли прямо к буфету, спасибо большое, ребята, вот, сейчас нам привезли флаги спонсорские в компании Катран, пришли были доставить к началу соревнований, но, как всегда, получается все через Диэчель, вот, и Диэчелик привез только сегодня, поэтому они появятся в секторах за, компания Катран, она нам очень помогла, она помогла и качество спонсора, выделив для спортсменов восходные материалы, плюс она помогла вам с заказом шикарной формы, вот, и продала нам эту форму, как бы, то есть она не бесплатная эта форма, но она стоит намного дешевле, там, раза в два дешевле, чем она стоит официально в магазине. Значит, тем, кто не услышал, чем закончилась история с медом, у нас было просто очень, очень мало времени на магазин, потому что ребятам очень много чего нужно делать, готовить прикормку на завтра, варить, кипятить, замачивать, короче, работы много, а все ужасно устали, все хотят спать, а вставать в пол шестого, поэтому как бы мы пробежали через супер просто как через, ну так, на ходу хватая с пола продукты и закидывая их в этот тележку, естественно, как бы про мед я не подумал, вот, я не знаю, вы слышали или нет насчет воды, что я как бы хапанул упаковку воды, она оказалась газировкой, которую я очень люблю, вот и тренер идет, тренер, не хочешь сказать пару слов на сегодняшний хороший день? Ну, как бы я не... Это был тяжелый день? Нет, но Бесседер, он был тяжелый, ну, вот, товарищи, это наш тренер, главный герой сегодняшний, который жизнь свою кладет на Алтач, и здоровье свое кладет, и как бы... Да, да, и короче... Многословия. Да, он, короче, хороший, любите его. Ну, я не знаю, как бы сказать, работаем, работаем, сейчас сидели, был тренерский совет, разрабатывали стратегию на завтра, чаждая ночь, ночью сейчас заново дали распоряжение всем командам, поломли, куда, где, почем и как, мы надеемся, что... Верим. Надеемся? Нет, мы верим. Верим. Мы верим, что, что... Немножко распогодится и начнется рыбалка, потому что сегодня рыбалки не было. Я об этом упоминал, что по результатам взвешивания видно, что, ну, очень плохо. Да. Она и вчера не сильно ловилась. Ну, так все, чтобы много не сказать и не проговориться. Да. Чтобы не раскрыть наши секреты, все, тренера отпускаем, тренера отпускаем и снова появляется... Ай-э-цай-я появляется, блин. Извиняюсь, я вас немножко звуком в голове тюкнул. Вот. Там вокруг это озеро, когда вы смотрели, это мой дневной стрим, там куча всяких деревьев, я вот сегодня вот набил орешек, прямо на дереве. Там полно орехов, можно насобирать, и домой везти. Жена любимая, секретов огромное количество. Никому не выдадим, даже попытками, вот, только за хороший день. Но пока никто денег не предлагал, поэтому вы уже извините. Вот, я понимаю, что у вас как бы уже полодинства, и вам надо идти ложиться спать, вези. Хотя у нас, как бы, вот, что называется, в грустном тоже бывают какие-то моменты. У нас получается, сейчас есть еще один лишний самолетный билет с лишним багажом. Это был телефон, Андреем. У нас теперь появился, как бы, к сожалению, появился лишний багаж, ну, как бы, багажные места. Так что, можно пару орешков набрать. Завтра, как я сказал, будет довод с прикормом. из-за того, что он будет с 10 до 12, встреча капитана переносится на 3 часа дня. И я реально уже не знаю, есть ли смысл на нее ехать. Скажем, украинские команды обычно не ездят на эти брифинги, потому что, как бы, ну, даже не знаю, я на самом деле сегодня было несколько вопросов, которые реально надо было поднимать и забывать. И если бы их не задали, то была бы не разбить их. Поэтому, я не знаю, как бы, мне кажется, что там, ну, по крайней мере, на первый брифинг, который происходит, на второй день, надо ходить. Потому что за этот день, когда начался турнир, накапливается огромная престижа и недоразумений, и судьи, которые неправильно делают что-то, и судьи, которые очень плохо говорят по-английски или вообще не говорят по-английски. Невозможно с ним объясниться и что-то ему сказать. Поэтому, это все выносится потом на это обсуждение и записывается, там, всякие поправки, исправления, что нужно сделать. И бедный этот администратор соревнований. Просто я же в нем себя вижу, да, я прекрасно понимаю, как бы, я себя чувствую, на его месте, когда бы на меня вот это все валилось со всех сторон, что все у вас не так, и сектора кривые, ленточки плохо натянуты, и вообще там буй в воде не так стоит. Вот. Короче, мне его реально жалко было сегодня, потому что загоняли, он, я вот сегодня пришел туда к буфету, он шел такой несчастный, такой опущенный, я ему пытаюсь улыбаться, он такой, у меня уже сил даже на улыбку не был, бедня. Потому что он, в принципе, один из немногих, кто знает английский язык, среди судейских, и, естественно, все вопросы к нему, ну, что делать. Вот. Завтра по поводу эфиров, и новостей, как бы, новости, я буду публиковать таблицы, как только они будут поступать ко мне, я тут же буду публиковать. буду я публиковать таблицы результата, если будут какие-то фотографии, буду фотографии публиковать, но прям все, сильно так не ждите, и получится, выйду в эфир, не получится, не выйду в эфир, короче, это уже как бы не от меня зависит, а от Олега. Да. Вот. Так что пошли мы мыться, бриться. Нет, мама, у нас в команде не все далеко говорят по-английски. К сожалению, у нас в команде по-английски говорят, наверное, четверо. Та же ситуация у этих венгров, потому что, а зачем им нужен был английский язык в школу, особенно пожилые? Они его не учили, поэтому они его и не знали. Молодежь еще туда-сюда, хотя я сейчас, я сегодня смотрел, сегодня общался с молодежью местной, что-то оно как-то совсем криво, он даже не знает простейших слов иногда. Но я им не врач, чего буду с ними на эту тему рассуждать. В общем, все. На этом мы заканчиваем, как бы результат, я сказал, мы на шестом месте на данную минуту, чтобы завтра не знаю, совсем завтра. Нет, это крутой результат для сборной Израиля, поэтому держим кулаки, скрещиваем пальцы, пьем через плечо, не знаю, стучим по дереву, что там у нас еще надо делать. Короче, делаем все и болеем за нашу сборную. Вот. И всем большое спасибо тем, кто нас поддерживает, кто пишет нам фидбуки, кто пишет комментарии и передает приветы ребятам. Всем это приятно. Многие из них тоже заходят посмотреть на мои стримы, поэтому ваши лайки и ваши им большие пальцы, это как бы тоже им все очень приятно. Ну и, как говорит товарищ Хегин, распространяйте это видео, подписывайтесь на канал и смотрите нас, ждите наших новостей. Слав, я верю, что вы болеете, да, что вы реально следите. Вот. И это очень важно для нас, потому что чем больше у нас людей поддерживают, тем больше энергетический импульс мы чувствуем от вас, который приходит и он поддерживает нас круглыми. Что называется, насколько я устал, что я сейчас пытаюсь мышкой на телефоне нажать на кнопку. Где мышка, где телефон, а где кнопка. Мышка-то вот она. Ладно, всем огромное спасибо. Следите за моей страницей, как только что появится. Я пытаюсь тегать людей, добавлять людей, чтобы они получили уведомления. Но это настолько неудобно на телефоне, если не представляете. Если у меня в контактах находится порядка там 300 с чем-то контактов, блистать. Все. Всем спасибо. Действительно, шаббат заходит. А у нас, как говорится, не в одном глазу. Мы работаем. некогда нам в шаббат встречать. Точнее, мы сейчас встретили. Андрюш, привет. Шаббат мы встретили очень хорошо. Лично сам председатель клуба пожарил яичницу с беконом для коллектива оставшегося здесь, сейчас в доме. А чтобы было сказано, что Вадим спрашивает, первый раз в жизни я ел понедук, который дел на бетон. Но все бывает первый раз. Вот. Сейчас народ там в него заседает, обсуждают Вадика, запускайте, смотри, Игорь. Дело в том, что нет, наверное, в этом смысла. Костя сейчас вышел на замену. Он заменил Антона. Костя свежий, бодрый, молодой лоб, который может далеко кидать. Команда Вильсона работает замечательно. То есть, как бы, выполняет полностью программы, которые поставит перед ними тренер. То есть, расстояние, которое он им дает, они спокойно делают. Поэтому нет смысла их менять. То же самое с ребятами в секторе А11. Как бы, все там нормально и нет необходимости. Вот один из спортсменов у нас тут бродит по квартире. Можете, говорится, в эфир. Здравствуйте всем! А, я пошутил. Он очень нормально. Ребята взяли рыбку. 9, 925. Все красиво 23. Суки в 2. Ура! Держим кулачки. Болеем за ним. Так. я не знаю. Вы тут с вашими ключами, я тут ключом. Я даже не это самое нашел. Он не успел тебе ответить. Тебе чернок привет написал просто, Игорь чернок. Ладно, и потом как вам привет? Ну, возвращаю. Привет, Майя. Привет всем, кто присоединяется. Всем, говорится, шаббат шалом. Шаббат у нас заходит. Уже, зашел. Да, давно уже зашел. Пятница уже вечер поздний. У вас там уже вообще 11 часов. Да и для нас поздновато, я вам скажу честно. Но мы сегодня очень сильно задержались. Иногда меня удивляет вещи, которые происходят с людьми, которые ты знаешь давно. И вроде как все с ними нормально, взрослые люди. Но представьте себе ситуацию, когда мы уже уезжаем с водоемом, в 6.30 закрывается допуск на водоем, всех выгоняют. Мы едем, уже фактически едем забирать людей с зоны А. И вдруг нам поступает сообщение, что в зоне С. нет еды. они сидят голодные. Потому что они заказывали тейтеринг, тейтеринг по какой-то причине не пришел. Тейтеринг должен был прийти в районе 11 часов утра. То есть мы с вами имеем 7 часов вечера, тейтеринга нет, люди в 7 часов вечера вспоминают, что у них нечего кушать. Это как вообще вот это выглядит. кроме того, я уже не говорю, что иметь какой-то запас 100%, даже рассчитывая на кейт пациенту, нужно иметь. Запас, который будет, если вдруг что случится, его хватит до конца соревнований. Это раз. Два, если такая ситуация, когда с едой, то об этом обычно говорят до того как. Тем более, что Олег сегодня дважды был в городе, он отвозил туда Антона, возвращался обратно, потом он давал ему отдохнуть, потом он снова возвращал туда. То есть два раза ездил в город, если бы ему сказали, он, конечно, покупил. Но проблема в том, что в 7 часов вечера все маленькие магазины местные, локальные, они закрыты. Они закрываются еще в 5. И работают только крупные суперы, которые находятся в городе. А озеро, это не город, это за городом. Поэтому там как бы невозможно купить продукты. короче, пришлось нам ехать в эту зону Би, там есть буфет, заказывать для ребят. Ребят, купили ребятам два шикарных гамбургера за бешеные деньги, отвезли их на кармиды. Ну, не знаю. Для меня лично это странновато. То, что не довезли кетеринг, так если бы мне об этом сказали в 2 часа, я бы поднял скандал, я бы начал истерить и не знаю, привезли бы. Или мы бы опять же привезли. Но говорить об этом в 7 вечера я с утра меня Олег завез в зону А, пешочком я дотелепался до нашего сектора А11, там я расположился. У меня уже был стульчик, который остался в память о Михе, который уехал. Там у них очень шикарное место. Посмотрите ссылку на видео, которое я выставил на фейсбуке. Так как в той зоне связи вообще никакой нет интернета. Поэтому пришлось мне там снимать видео вместо эфира. вот и это видео ссылку на него то есть я его загрузил на ютуб и посылку поставил на фейсбук. посмотреть и там шикарный сектор там просто прелесть. я пробовал до обеда даже умудрился у них поспать. Я все ждал когда же они наконец поймают рыбу чтобы в эфире показать Андрей. я понимаю я даже не представляешь насколько какие планы я строил и моя семья какие планы строила на этот чемпионат мира в Украине. может кто-то не знает но я вообще киевлянин родился и город там естественно я там не был с 95 года естественно я очень бы хотел там побывать и мы строили планы семьей о том что вот чемпионат мира поедем возьмем неделю раньше или неделю позже обязательно поедем по местам боевой славы папочки с меня вот покажу детям где я жил где я родился но как вы знаете не сложилось чемпионат мира в Украине нашему огромному сожалению я верю в том что рано или поздно он там пройдет но пока приходится удовольствоваться Венгрии и этим подоемом который мне честно говоря он мне нравится визуально но я смотрю на результаты и я не знаю что он сказать я понимаю прессинг но мне кажется здесь все таки мало рыбы не такой он уже зарыбленный как говорили ладно это все отступление короче ребят я просидел до обеда клевала рыба но это был лечь потом я решил что там уже сидеть уже близко к вечеру скоро закрывается и я пешочком потопал в зону Б ну там не знаю полтора километра пешком короче по очень красивым местам по лесу там очень классно пришел в зону Б я точнее до нее даже не дошел я об этом говорил по-моему в видео которое в стриме который я делал из сектора Б ну в смысле Б2 наших братьев я говорил о том что я не могу не вляпаться куда-нибудь по-принципе и произошло как раз по дороге к Фильсоном там сцепились казахи с англичанами и мне пришлось их разнимать и переводить но слава Богу все закончилось благополучно хотите узнать что там происходило посмотрите предыдущий мой эфир оттуда из сектора братьев вот ну уже естественно братьев мы пробовали до финального времени как бы я пришел как раз в момент когда взвешивали рыбу которую братья поймали буквально за пару минут до моего прихода то есть это было тоже очень радостное событие рыба зачетная и взвесили как бы все замечательно вот но к сожалению по результатам последнего вечернего взвешивания нас сдвинулись шестого места на девятое вполне нормально потому что есть команды которые были с нулем и они сейчас начали ловить рыбу то есть начинается изменение этих баллов рейтинга мы съехали на девятое место но у нас есть шансы вернуться обратно вернуться обратно как бы хотя бы снова туда на что место желательно намного выше ну понятно сборную Молдавии нам вряд ли удается догнать разве что наши ребята поймают лохнеское чудовище которое засчитают по поводу Деседы водоем очень красивый если вот так плотно не забивать командами как это было на этом ЧМ то вполне может быть что будет прекрасно ловиться рыба но здесь сейчас 28 стран и 28 двоек в каждой зоне это для этого озера по-моему просто перебор здесь нужно делать соревнования где будут участвовать ну я не знаю там максимум 60 команд на весь водоем чтобы можно было каждую двойку посадить индивидуально было были большие расстояния то есть речь вот этих спортивность я вам скажу это честно ерунда потому что какая-то фигня получается у каких-то команд в каких-то зонах спортивность то есть команды сидят в грядочку там 4-5 команд в другом месте в другой зоне команда сидит как король на именинах у нее 40 метров ее кусок как бы с юрингом 20 и до ближайших команд справа слева еще по 40 метров вообще шикарно а есть команды которые вообще как бы отдельно сидят потому что у них береговая линия так изгибается что там по-другому не сделаешь где здесь спортивность как бы ерунда какая-то выходит если уже хотите спортивность надо найти береговую линию которая будет прямая и там посадить все команды сколько туда влезет и все и не рассаживать нигде больше вот ну это мое личное мнение подаем вот такие с рельефным у которых очень неизвестная береговая линия мне как-то они не очень удобны для таких мероприятий вот мы умеем ловить прессинги все это классно но проблема в том что ведь не только мы плохо ловили и у нас не получалось очень много команд хороших команд у них тоже были проблемы не могли уйти от нуля или там одна рыба и все так что здесь опыт это такое дело тут все-таки наверное больше я даже не знаю как сказать но сейчас мы знаем что на сегодняшнюю минуту на текущую минуту ловят тех кто кидают за 180 ну как-то так и тут опыт не опыт такое дело так народ сейчас идет сюда будет шуметь поэтому я вкратце скажу про завтрашний день завтра финальный день чемпионата чемпионат заканчивается в 12.30 нам надо будет туда поехать тремя машинами для того чтобы три бойки загружать по отдельности а не заниматься этим геморроем который делала это как она назовется называется ассоциация да молдави далеко и в итоге то что мы видели лазя по берегу так что все команды в итоге ушли очень далеко максимально далеко сколько они нет есть есть такие сектора где нет необходимости уходить далеко скажем есть сектора в которых например там на стороне 70-80 метров находится какое-то что-то определенное на дне там скажем какая-то зимовая яма не знаю канава что-то и там есть рыба замечательно команда попала в этот сектор попадает в эту рыбу и все в порядке что такое стишок я не понял она со стикой имеется ввиду многие команды ловят без стика так что это такое дело и завтра дождемся финала загрузим спортсменов отвезем домой дома перегрузим машины все что личные вещи ребята заберут все что касается аренды то что мы брали в аренду у Ливии значит мы загружаем ее машину которая нам дала отгоним машину к ней не знаю если она там будет я бы поцеловал лично потому что столько всего она для нас делала вот после чего отдых мытье бритье вечером 6 часов этот как он называется гала концерт ила немного вообще в разных секторах по-разному сейчас гала концерт можем торгануть билетом у нас один лишний есть там никому не надо 50 евро после чего опять же отдыхать воскресенье у нас официально дом до 11 утра но мы получили это решение вот хозяина пробыть здесь только она кстати твоих лет на самом деле нам дали решение быть до 3 часов дня больше к сожалению они не могут потому что дом уже снят на понедельник им нужно его убрать после нас мы не то что вы сильно загадили но все равно надо полы помыть подмести поменять белье и так далее все-таки дом не малень работы много вот поэтому мы как бы я думаю что соберем загрузим машины все вещи в машину упакуем может быть съездим там супер на прощание купить местные колбасы и сало вот после чего скорее всего поедем в Будапешт искать каком-нибудь ресторан где можно искать каком-нибудь ресторан где можно посидеть перекусить потому что у нас самолет только рано утром и нам нужно где-то проволынгаться все это время там три часа по-моему начинается посадка вот ну как-то так как-то так вот все заканчивается погода опять же хорошее днем очень жарко плюс 24 плюс 23 ночью температура падает до 4 ребята сегодня жаловались реально что они замерзли ночью вот но как говорится тут я помочь им не могу надо работать бегать вокруг сектора максимум внутри пограть как клинин в турниках вот или там удочкой на хате все вроде сегодня больше таких никаких происшествий не было как-то так день прошел я все сидел в этой зоне аточной ждал поклевки хотел зафиксировать на на видео хоть в одной зоне хоть какую-то рыбу но не везет мне с этим для меня они поймали леща которого снимать было неинтересно братьям вильсоном я опоздал я пришел к ним когда рыбу отпускали пару фотографий есть но это не так интересно что случилось с англичанами посмотрите видео которое выложил на фейсбук там есть не видео а прошлый мой стрим из сектора братьев он должен быть здесь мне кажется да а нет это дневной типа эфир да вот он есть я его вижу WCC 2022 23 число второй стрим B2 Russian это вот тот самый стрим посмотрите там я рассказываю что произошло я не хочу повторяться долго короче все закончилось хорошо все 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 нормально вот все пойдем отдыхать потому что уже начало 11 у нас мы просто все клевомчики выжатые вот и надо все-таки нам это тоже мыться а так как у нас одна это душевая джакузи точнее кстати тоже джакузи прикольная с той голову помыть нельзя только сидя потому что этот шланг душ он максимально его подъем это на уровне груди да не можно конечно вытернуть и стоять и быть но это не очень удобно вот так что приходится следиться ну ладно все сегодня все всем шабач шалом командам неспокойно неспокойно ночи сто процентов им это все уже пожелали да сегодня день рождения нашего миша кулицкого и ласкова мы его поздравили а завтра нет он там не слышит и он должен проставиться понятно да конечно турнир будет на кинетре о чем вы говорите у нас будет в ноябре точнее в ноябре будет соревнование семейное папа мама я в декабре у нас будет кубок открытие сезона в январе будет галилейский карп в феврале будет закрытие сезона так что как-то так всех поцелую всем все передам главное не перепутать кому что делать кого целовать а кому переда просто передавать все завтра тоже смотрите за моей странице на фейсбуке я не знаю как все получится все же спонтанно получается есть интернет есть время пошел вперед поэтому никаких предупредительных выстрелов по ногам не будет все сразу прямо все как бы ребята работают мы отдыхаем а вам тоже отдыхать все-таки шаббат все еще раз шаббат шалом всем спокойной ночи у шаббат шаббат Субтитры создавал DimaTorzok